Всем привет! Добро пожаловать на наш канал! Давно пора было, наверное, это видео выпустить, уже пару лет назад. Но вопросы поступают, иногда пишут комментарии, как же мы получили карт поляка, кто нам дал карт поляков, кто мы такие. Давайте разберемся по порядку. Итак, 2015 год. Мы с женой, тогда еще не женой, с Альоной решили, короче, учить польский и получить карт поляка и, возможно, переехать в Польшу, потому как в нашей семье, в наших семьях есть польские корни. У меня бабушка, у нее мама полька. Вот, в 2015 году, насмотревшись Ютуба, что, в принципе, Польша не такая уж и страшная заграница, что здесь такие же люди, что здесь так же живется, как и у нас, только немножко, а может и множко лучше. Поэтому не страшно ехать и, возможно, это вот как-то сподвигало, что хочется жить в Европе. И, в принципе, наши польские корни нам позволяют это сделать намного проще. Так вот, начали учить польский язык поначалу, через интернет, там, смотреть какие-то мультики. И, в принципе, все это забилось потом, ушло в никуда, потому что свадьба, ребенок и буквально, наверное, на года два это все ушло. И все образование польского языка ушло у нас в никуда. Вернулись мы к этому вопросу только в 2017 году, уже конкретно решили заняться изучением и подготовкой на экзамен по карте поляка, ведь сам экзамен-то, в принципе, из себя ничего не представлял, нужно заполнить документы, назначить встречу с консулами, и все. Но, как бы, подготовка нужна какая-то. Вот, и записались там к одной девчонке, ходили, она нас учила польской истории. Все получалось, с одной стороны, как бы, на заучивание, но не в том плане, что это было тяжело, и мы чего-то не знали. Много из историй очень созвучно с белорусской историей, причем история у нас совместная, особенно в те века. И просто язык был еще, как бы, сложноват в некотором смысле выражаться своим языком, как бы, приходилось заучивать, будем откровенны. Вот, ходили к этой девушке, и в какой-то момент поняли, что она нас, как бы, учит, но языку мы от нее не черпнем ничего. Вот, и много материала, причем приходилось еще самому в интернете копать, как бы. Вот, мы от нее ушли. В принципе, на бум я уже говорю, давай уже звонить, все-таки записываться. Ох, как это было тяжело. Вот, жена у меня дозвонилась как-то довольно-таки быстро, если так учесть, насколько я помню, в начале ноября, вот я помню, это там, октябрьской революции, вот этот, вот, выходные в Беларуси, вот, после них она начала звонить, и в какой-то момент дозвонилась, ей назначили нам 28 ноября 17-го года собеседование с консулом. О, помню, ездили с ней, волновалась сильно, и в итоге, в итоге все-таки сдала. Вопросы, конечно, сейчас я уже не вспомню, какие были, что-то там про обычаи и обряды на вигилию помню, и все, про нее больше, наверное, не скажу, не помню. Вот, а я все это время продолжал звонить, звонить, звонить. В общем, нервы уже не выдерживали, звонил, помню, из двух телефонов, и не мог дозвониться, а было только два дня в неделю, и по одному, наверное, часу или по два часу можно было звонить. То есть, представляете, когда все занято, есть, конечно, компании, которые берут за это дикие деньги, но все-таки восторжествовала моя настойчивость, и перед самым Новым Годом, 29 декабря 17-го года, я дозвонился. Назначили мне встречу аж через месяц, 30-го уже января 2018-го года. Вот, я поехал, и, в принципе, не скажу, что я так особо волновался, была какая-то самоуверенность, уверенность, что ли. И прошла моя встреча с консулом довольно-таки нормально. Правда, он отвлекался много, ему там что-то мешало, то кто-то ему звонил, то какие-то документы, может быть, поэтому он как-то не сильно за меня вцепился, меня топить в каких-то вопросах. Но, в принципе, на все вопросы я довольно-таки отвечал уверенно, и даже из некоторых вопросов, когда сам себя, казалось бы, топил на наводящий вопрос, я на наводящий вопрос отвечал, потому что я хорошо его знал, так что, как бы так, топил себя в ту тему, которая хорошо плавала. Вот, помню, что про Сенкевича, писателя было, вопрос про Смок Вавельский в Кракове, легенду рассказать. Ну, и, в принципе, обычные вопросы, кто в семье является поляком, какие обычаи. В общем, сдали мы на карту поляка. Так что сейчас вкратце пробежимся, что же нужно все-таки для сдачи на карту поляка. Учим польский язык, польскую историю. Находим свои корни. В случае жены это была мама, в моем случае это бабушка. Записываемся на собеседование. Собеседование в консульстве проходим. С собой иметь нужно заполненную анкету внесок. Желательно две штуки, мы брали даже пустой внесок, мало ли что, чтобы потом не бегать. Фото 45 на 35. Паспорт плюс ксерокопия разворота 31 и 30 страницы. Это если про Беларусь говорим. Разворот с фото с пропиской. Свидетельство о рождении плюс копия. Это в случае у жены, когда мама полька. И в моем случае свидетельство о рождении мое плюс свидетельство о рождении отца. Потому что мама отца, полька, то есть моя бабушка. Плюс копия свидетельства о браке, если меняли фамилию. Это в случае с моей женой. Ну и все. Сдаем эти документы. Проходим собеседование. И получаем в назначенное время свои карты поляка. Что же далее? Получаем карты поляка. Теперь мы можем сделать годовую национальную визу. В принципе, можем сделать визу и поехать в Польшу. Свободно жить, работать и быть с теми же правами, как и сами граждане Польши. Только выезжая один раз в год, делая новую визу. Кстати, как получить карту поляка и какие права она дает, у меня есть видео на канале. Проходите по ссылочке в описании. Смотрите этот ролик. Также пишите свои комментарии, задавайте вопросы, что вас интересует еще. Ну и надеюсь, мой рассказ вкратце, как мы получали карты поляка в далеком 2017-2018 году вас не утомил. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и все. Пока. Продолжение следует...